Всем приветики! Вот он мой паяльник и сейчас мы попробуем паять. Получается вот сам паяльник, та подставка, которую я показывал в прошлый раз, что типа она так должна быть. Нет, ты оказывается не шарил и ее надо просто было согнуть и под нее подставить паяльник. То есть таким вот образом, чтобы он мог так вот стоять канифоль и припой. Сейчас включим в розетку, подождем пока нагреется, сколько-то времени пройдет и тогда уже можно пробовать паять. Сейчас я подключу его и потом продолжим. Итак, я его уже подключил. Вот инструкция написана, что время разогрева до 250 градусов в минутах 8 минут. То есть надо 8 минут ждать, чтобы он разогрелся до 250 градусов в Цельсию. Но при этом, при этом, я думаю, что он раньше начнет плавить, как бы и поэтому можно будет раньше минут через пять. Но пока что ждем. В общем, я решил, нужна еще одна, где мы будем паять. Так, и сам провод. Сам провод, который мы будем паять, это получается, вот он. Он у меня порвался. Ну, не то, что порвался. Я его оборвал. Здесь была лишняя, ненужная запчасть. Я его вырвал, сгоревшая как бы. И сейчас надо припаять провода. А паяльник, вот он. Можно уже попробовать до горячей. До железной части, естественно, до троги это уже не надо. Там видно, что она немножко как будто бы цвет поменял. Он как будто бы в начале. Попробуем. О! О! Уже начинает плавить канифоль. Так. Вот она, канифоль. И запах сразу пошел такой древесный. Вкусный такой. Прям кайф. Так. Неудобно, честно говоря, паять, сидя за экраном. Потому что я плохо вижу. Так. Это у нас припой мы взяли немножко. Немножко припоя. Хотя он нам сейчас и не нужен. Зачем я его взял? Хотя нет, нужен. Блин, неудобно. Надо какое-то рабочее место такое организовать. А не то, что на кровати у себя. Блин, что это такое? Сейчас бы паять на кровати. Вообще гениально. Так. Как это мне спаять? Надо чем-то придерживать. А чем? А оно стремится отойти друг от друга. Ой, я даже не знаю, как это мне так удержать их на одном месте. Как бы мне это все? Что-то придумать такое. Или так спаять их? А потом согнуть. Да, можно и так, в принципе. Так. Сейчас попробуем. В общем, суть в чем. Подключаем паяльник к сети. Ну, естественно, ставим на подставку. Потому что ручка. Переходит провод. И подсоединяется. Ну, через все это вот. Подсоединяется. Там что-то внутри есть. И за ручку мы держимся. А железная часть она нагревается. Жалодок точно. И эта же часть должна нагреваться. Но, по-моему, это сильнее. Но эта часть еще внутри идет. Так что за железную лучше не браться. Только за ручку. Вот. Скорее всего, она тоже греется. То, что вон дырочки есть. Потом, когда нагрелось, мы в канифоль опускаем жало. Чтобы, а как бы это получается, появилась пленка такая. Желательно окунуть сюда и жало, и провода. Но провода уже паяные. Поэтому их окунать не надо. А если первый раз их паяешь, то тогда их тоже. То есть окуняешь его, а потом их ложишь и тоже окунаешь. Чтобы на них появилась такая пленка. И они... Эта пленка защищает от окисления, как бы. А потом берем припой. И припоем уже спаиваем. Но они уже паяные. Поэтому нам не нужно уже никуда их опускать. Это они уже опускались, как бы. Нам нужно только их спаять. Они даже уже паяные. Нам нужно только еще раз их сжать друг с другом. Ну, вот как бы. Просто оно как-то... Ну, вот и все. Один раз дотронулись. И оно уже спаялось. Ну, то есть, вот. Вот оно уже соединилось. Просто, что оно неудобно, оно будет так как-то боком. Но все равно оно спаяно уже хорошо. И теперь нужно зарезалировать изолентой этот провод. И как-то отдельно. А лучше, наверное, обрезать, чтобы не было всех этих. И это тоже спаять. Сейчас я это сделаю. Хотя оно особо не надо. Я, получается, отрезал вот эту штуку, которая защищала, и согнул. И теперь мне, получается, нужно здесь заизолировать, здесь изолентой. Чтобы она вдруг не соприкоснулась. Потому что если соприкоснется, это будет замыкание. А когда они будут обе части заизолированы, это или это, замотать вот это, и все. И все. Как бы уже ничего не надо. Все будет работать. Потому что у меня был разрыв, и оно не работало. Сейчас я спаял. И все. Оно уже будет работать. То есть, оно просто нужно заизолировать, чтобы оно не перемкнулось. Потому что если во время работы оно перемкнется, может загореться либо то, что будет здесь подключено, на этом конце, либо на том, либо на обоих сразу. Поэтому обязательно нужно заизолировать. Вот. А так вот и все. Вот и вся пайка. Один раз ткнуло все. То есть, включаем. О, оно уже почернело. Почернело температуру. Включаем. Оно нагрелось. Окунаем, пожалуй, в канифоль. Если, правда, не паяны, их тоже в канифоль. Потом припоем. Берем на жало припой. Их тоже в припое. То есть, они сначала будут, провода, если мы их первый раз открыли, цвета такого, как его. Ну вот, провод же прозрачный. Видно, что он внутри такой медный. Мы его окунаем сначала в канифоль, чтобы появилась такая пленка, как бы, затем в припое, чтобы появился такой железный, как бы, блеск. А потом уже с другими проводами спаиваем. То есть, друг с другом. И все. И они уже держатся. То есть, вообще. Ну, один раз тыкнуло, оно припаялось. То есть, довольно-таки легко. Вот. Сейчас я заизолирую. Хотя, я думаю, можно сделать вот так. Со всех сторон его. Ткнусь в канифоль, чтобы у него дюбочка такая была, как бы. И все это на припой, как бы. Чтобы сделать, чтобы на нем был припой. Если он возьмется, конечно. Нет, не берется. Я хотел, чтобы жало было все в припой. Ну, то есть, такое серебристое, как бы. Не, не берется. Не берется оно в припой. Он с него скатывается с жало. Ладно. Жалко, конечно, я хотел. Чтобы просто оно сейчас все почернеет от температуры. А потом придется это все отскребать, как бы. Ну, когда. Когда уже будет сильно черно, прям нагар этот будет. Придется отскребать. Ну, ладно. Как бы, не страшно. Итак, вот она изолента. Мы берем изоленту и начинаем заматывать, как бы. Все открытые части проводов, чтобы не было замыкания между проводами. Правда, тут маленькое пространство неудобно. Но, как есть. Тут уже ничего не поделаешь. Вот. Хотя бы немножко подмотать. Чтобы заизолировать, защитить провода таким образом друг от друга. Чтобы от соприкосновения. Вот. И, когда замотали немножко, одну сторону обрезаем. Так, только аккуратно, чтобы пальцы не порезать. Так. Ага. Паяльник уже, я думаю, можно отключить, наверное. Да, чего он стоит, греется зря. Все равно я его пока что не использую. Так. Замотанем. Потом в процессе можно еще лучше замотать. То есть, в целом, это все должно выглядеть вот так, как бы. Что мы все замотываем. Это все. Тут, что у нас тут. Тут я вот так хотел замотать. Так. Таким вот образом, чтобы она держалась. Так вот. Надо сделать больше размера отверстия, чтобы можно было просунуть изоленту. Так. А теперь мы замотали одну сторону. И хотелось бы замотать вторую сторону. Потому что там... Хотя лучше обрезать, конечно, потом подмотать. Так. Отрезаем. Так. Все это, блин, кольнул палец. Так. Ну, в принципе, в принципе, оно уже не замкнет. Уже хорошо. Все. А теперь, когда оно замотано... В принципе, да. Уже можно не мотать больше ничего. Все, оно замотано. Теперь замотать между собой. Чтобы они не болтались. Не дергались никуда. То есть, таким вот образом. Тут уже вообще легко. Так же оно будет туда-сюда дергаться. Прыгать, бегать. А нам это не нужно. Пускай стоит на месте. Берем вот так вот. И заматываем провода. Таким вот простым образом. И просто под наклоном вверх идем. И оно как раз-таки накручивается. Довольно-таки легко. И просто. Так. Сейчас мы накрутим. Навертим. Лучше все это, конечно, замотать. Чтобы оно не торчало, не болталось. Нигде ни за что не зацепилось. Все вот теперь. Правда, тут такое вот некрасиво получилось. Но в целом, конечно же, суть не в красоте. Ну, в данный момент, конечно. Каждый, кто себе делает, будет уже делать по красоте. А в данный момент просто. Просто показать, как это все типа работает. Хотя, в целом, норм. Ну, вот и все. Вот он провод. Вот он был разрыв. Разрыв устранен. И все. Теперь оно будет работать. Вот. Вот так вот просто все паяется. Довольно-таки легко. От паяльника нужно было одно единственное действие. Тык. Все. Припаялась. И все. Остальное действие выполняется уже без него. До него и после него. От него нужно только одним нажатием соединить провода. Ну, просто они уже паяны. Если не паяны, ну, нажатий было бы больше. Сюда. Два нажатия. Сюда. И потом сюда. Так. Практически от него ничего не требуется. Только минимум действий. Как бы вот. Как-то так. На этом все. Всем пока-два. Пока-два.